за последних пару месяцев на рынке появились настоящие монстры за 250 долларов плюс-минус а именно mi8 lite meizu x8 и opa k1 и я просто не мог пройти мимо них и не сравнить эти смартфоны и раньше в этом ценовом диапазоне особого выбора не было были или не до флагманы с урезанными процессорами или камеры ужасные но при этом все в этом году реальные появились конкуренты и даже вот подумайте добавить немного 50 долларов и получаете пока f1 но именно те гаджеты которые мы сегодня выбрали три штуки мне кажется самыми интересными в этом ценовом диапазоне вот 200 250 долларов ну и полные обзоры всех этих аппаратов есть на канале у нас переходите и смотрите они будут в описании там мы все детально разобрали и тут же будем сравнивать основные моменты и чтобы сравнить более подробно характеристики этих трех смартфонов переходите на сайт синтетики там и цены есть актуальные да и подписаться на пуш-оведомления не будет лишним для самых лучших предложений и вот начнем мы это сравнение нестандартно немного все дело в том что мэйзу и сяоми имеет своих клонов для китайского рынка и можете посмотреть на эту табличку с поддержками бэндов lte как мы видим обращать внимание нужно именно на глобальную версию смартфонов так как у них есть поддержка всех нужных бэндов для работы хотя для украины и китайская версия подойдет а для rf обязательно глобалка ну и к один тоже из глобальной версии но там он по-другому называется они мы не будем говорить он очень дорогой так что учитывайте это и по сути говоря к один в пролете по крайней мере для россии по той причине что он не поддерживает необходимые бэнды именно поэтому наверное и цена у него такая вкусная внешний вид друзья то на что производители начали делать большой акцент в этом году и лично мне нравится этот тренд красивые переливы в о пока один и мэйзу x8 добавляют глубину цвета но и неотразимый mi8 light в синим цвете мало кого оставят равнодушным хотя все мы понимаем что у кого-то они эти идеи свистнули тому же huawei большой привет внешний вид конечно штука очень индивидуальная но опа и мэйзу имеет пластик сзади mi8 light же более премиальное стекло которое все же меньше царапается чем пластики не облазит но учтите она не будет прогибаться как это наблюдается в опа и в мэйзу и так отличия продолжаются в разъемах mi8 light имеет юсб тайп си но разъем для наушников было решено убрать мэйз уже решили сохранить 3.5 джек но и о современном тайп си не забыли опа тоже имеет 3.5 джек но установили устаревший разъем микро юсб различия продолжается и в разъемах для sim карт mi8 light имеет гибридный слот мэйзу совсем не позволяет расширить память используя лишь только слот для двух sim карт опа же здесь отличается имея два полноценных слота по 2 sim карты и дополнительный слот для карты памяти ну и плавно переходим к лицевой части а на ней расположились достаточно большие и сочные экраны и все они обладают вырезами по-разному реализованными каждым производителем какой вам нравится больше пишите в комментариях но на мой взгляд самым безобидным является вырез опа который практически не забирает пространство строки состояния xiaomi монобровь тоже не сильно мешает строке а вот в мэйз уже строка вмещает минимум информации но они ее обыграли достаточно симпатично экраны тоже качественные но все же явно здесь выделяется именно опа самолет матрица и это очень редко встречается за такие деньги да в принципе нет у него конкурентов я могу предугадать многие сейчас из вас скажут по поводу шима ведь амолед дисплеи влияют на зрение но как я повторяюсь уже в каком видео я уже несколько лет использую амоледы мои друзья тоже используют амоледы и у них никаких проблем нету если вы думаете что регулировка яркости понижением напряжения в амолед дисплеях как-то решит эту проблему нет шим все равно будет присутствовать но и плюс ко всему на самой минимальной яркости дисплей будет полностью фиолетовым здесь одно решение если у вас глаза реально болят и вы знаете об этом то используйте амолед матрицы только на полной яркости или просто повышаете яркость до того момента когда у вас глаза не будут болеть ну или самое очевидное просто используйте IPS матрицу хотя вот я знаю буквально ну только в комментариях люди жалуются по поводу боли в глаза все знакомые которых я знаю у них этих проблем нет так ну и как же не вспомнить подэкранный сканер отпечатка пальцев opa k1 который мы впервые видим в этом ценовом сегменте и он здесь ясно дело расположен благодаря амолед дисплею с IPS такого не прокатит но если говорить о матрицах xiaomi и meizu не поворачивается язык сказать что они плохие и выбрать победителя между ними достаточно тяжело но мне все же нравится больше матрица x8 экран действительно в нем отменный ну и ладно давайте перейдем к железу и тут явно выделяется meizu с qualcomm snapdragon 710 можно конечно сказать что 660 снэпа хватает но 710 явно будет получше тут и графическое ядро позволяющие играть во все что есть на мобильных устройствах на максимальных настройках и 10 на метровый техпроцесс который сильно улучшает энергоэффективность да и более продвинутое а сп ядро помогает лучше обрабатывать изображение здесь meizu явно выигрывает сяоми и оппа теперь переходим к автономности и смотря на цифры энергопотребления mi8 lite и meizu x8 наличие qualcomm snapdragon 710 сильно помогает сэкономить заветные проценты оппа же тут является явным лидером ведь проводя тесты со смартфонами на амоледе было видно как он помогает экономить заряд батарей и всеми теми тремя смартфонами наша команда пользовалась и можем сказать из личного опыта mi8 lite в принципе доживает до вечера но бывает иногда с натяжкой мы из уже при серьезном использовании оставляет концу дня 15 процентов опа k1 здесь самый красавчик вот как бы так сказать потому что к вечеру 30 процентов а иногда даже на следующий день охватала заряда то есть он может реально выживать и полутора суток быстрая зарядка же присутствует mi8 lite и meizu x8 к слову сяоми поправили быструю зарядку и она показывает уже уровень x8 в опа k1 быстрой зарядки нет по звуку в наушниках мы здесь от ничего особенного не услышали как бы есть настройки которые можно побаловаться но это знаете такой средний ценовой диапазон чего-то особенного ни в одном смартфоне нету ну и aptx его тоже здесь нет это печально потому что тот же сяоми redmi note 5 да и онеры они имеют aptx при этом там цена меньше а здесь нету его и и это необъяснимо для нас ну и давайте перейдем к самому основному все же в этом сегменте очень интересно что здесь показывает камеры xiaomi mi8 lite представлен камеры на 12 мегапикселей со светосилой 1 и 9 и сенсором sony amx 363 и размером пикселя 1 и 4 микрон ну и 5 мегапиксельный сенсор от самсунга для размытия заднего фона присутствует meizu x8 имеет сенсор sony amx 362 на те же 12 мегапикселей с аналогичной светосилой и размером пикселя в 1 и 4 микрона и дополнительным сенсором на 5 мегапикселей для размытия фона опа же наградил свой смартфон сенсором предположительно sony amx 398 на 16 мегапикселей и светосилой на 1 и 7 размер же пикселя 1 целое 12 сотых микрона но есть дополнительный сенсор на 2 мегапикселя и если у сяоми и у meizu на бумаге сенсоры схожи то опа попытались за счет более светосильной оптики компенсировать меньше размер пикселя но как вы сейчас увидите это у них особо не удалось я здесь особо ничего не буду комментировать вы все сами видите но если без особых придирок то эти смартфоны плюс минус на одном уровне кто-то в балансе белого ошибается где-то кто-то в детализации не очень и никто из них особо не выделяется так и теперь ночная съемка тоже комментарий за вами оставляю так как тут картина повторяется как и в прошлой локации явного победителя нет но к 1 немного сливает хотя опять таки я придираюсь ну и фронталка точнее ночная съемка и передаем спасибо диме за то что он проводил эти тесты и опять таки здесь нет селфи фона я конечно ожидал от mi8 lite получше результата на конкуренты подтянули свои селфачи и все где-то на одном уровне так проверка качества видео 4к 30 кадров обычная ходьба сейчас пробежка обратно какая вышла стабилизации мейзу нету так что думаю картинка здесь будет самая неадекватная и фокус фокус где бы проверить фокус машина здание машина здание машина еще раздание тест записи full hd стабилизации принципе те же самые условия красивый закат на фоне можно как раз и послушать звук так и обратно пробежка так думаю хватит по прошивочкам друзья очень все субъективно но вот лично себя скажу скорее всего в этом ценовом диапазоне вот именно в этом ценовом диапазоне милай самое дружелюбное все же выпускается обновление хоть какая-то есть поддержка хотя сяоми сейчас много выпускает смартфонов иногда они забывают что-то допилить или обновить мэйз уже редко обновляются все об этом говорят и иногда баги на протяжении года не исправляются и зачастую некоторые из баги которые уже вот три года я мэйзу знаю есть некоторые баги которые до сих пор не исправлен опа же очень интересная политика и русские скоробки для всех рынков хоть и местами кривоватый и проблемы с накатыванием google сервисов нет да и фишек в системе достаточно много лично мне по на сяоми и о понравится больше всего хотя эти блокировки от сяоми достают но давайте выпишите в комментариях какая оболочка вам нравится чувствуем юайтам однозначно победит так ну и сравнивая все эти устройства рассмотрим их модификации и память цены кстати актуальны и только на момент записи этого видео внизу и ссылка на сайт синтетики там они меняются и будут отображаться самые последние так что заходите смотрите и как уже говорили ранее будем сравнивать именно глобальные версии смартфонов и самым приятным из этих смартфонов что по цене что по модификациям является mi8 lite k1 же нельзя купить во многих китайских магазинах на один из них конечно оставим ссылочку описание но обязательно платите там через paypal но и x8 уже сильно падает в цене на данный момент и где-то приближается к сяоми но чувствую скоро он его догонит и даже обгонит и будет стоить дешевле и вот под и тоже все можно сказать одно если вам нужен сбалансированный смартфон который имеет хоть какую-то репутацию хоть какое-то обновление постоянной прошивки и реально глобальная версия хорошая то наверное mi8 lite плюс задний красивый если вам нужно хорошее железо с dragon 710 meizu однозначно оба же все же подходит для по крайней мере вот где я живу в украине потому что он поддерживает все бенды необходимые здесь и у него есть свой шарм благодаря амолету крану и сканеру отпечатка встроенного прямо под дисплей однозначно привлечет к себе многих внимания выбор конечно за вами я жду вас комментариях напишите какой из этих смартфонов вы бы выбрали себе и спасибо за просмотр и до новых видео